Сегодня в Ульяновске завершился международный форум по возобновляемой энергетике. Последний день его работы посвятили развитию инфраструктуры для электромобилей. На форуме также были подписаны знаковые для региона соглашения. Эдуард Истомин подробнее. Электромобили стали ездить по улицам Нью-Йорка более ста лет назад. Однако популярность не снискали. Причина – не было мощных аккумуляторов. Позже недостаток исправили. Но не было революционных авто, которые бы расходились словно горячие пирожки. И вот 7 лет назад такие машины появились. Это авто назвали в честь Николы Теслы. Именитый физик верил в перенос энергии через гипотетический эфир. Точно так же верил удачей создатель этой модели Илон Маск. В Тесле С непривычно все, начиная с капота. А двигателя здесь нет. Вместо двигателя – аккумулятор. Его запрятали в днище авто. В машине новейшее программное обеспечение. Плюс удобный интерфейс с сенсорными значками. Так, давайте включим камин. Погреем тебе в машине. Авто разгоняется до 100 км в час за 4 секунды. Запас хода – полтысячи километров. Электромобилем заинтересовался Сергей Морозов. Губернатор не отказал себе в удовольствии прокатиться на Тесле С. Ты едешь на каком-то непонятном устройстве, которое не шумит, не гремит, не выделяет какие-то неприятные запахи. Когда очень часто садишься в машину, то бензином пахнет, то соляркой. И все же ни одной Теслы едины. Классики Маска на форуме составили компанию «Бюджет» и «Ниссан», а еще электромодели «Фольксвагена» и «БМВ». Они также ничуть не вредят экологии. Я думаю, что мы пойдем по пути такому же, который сейчас во всем мире. То есть это взрывная волна, бум, то, что в свое время случилось с мобильными устройствами. И электромобили ждет, в принципе, та же участь и судьба. Участники форума сошлись в едином мнении. Будущее за электромобилями. А чтобы их было больше, в регионе будут стимулировать их приобретение. И предоставить определенное количество льгот по плате, допустим, транспортного налога для людей, которые будут приобретать автомобили, для организаций, которые будут приобретать автомобили. Владельцам электромобилей предоставят и парковочные льготы. Об этом говорили на панельной дискуссии. Обсудили и развитие инфраструктуры. Ведь если нет станций под зарядки, вся электромобильная риторика повиснет в воздухе. Данные станции, они предназначены для установки на паркниках. Они тоже нужны. Это жилищные комплексы, бизнес-центры. И важной особенностью таких станций является возможность интеграции станций в систему управления зданием. В ближайшие годы в регионе построят 10 станций под зарядки. Ради этого губернатор Сергей Морозов подписал меморандум с Ассоциацией электромобильного транспорта. Благодаря ему область сможет быстрее перейти на зеленые рельсы, чтобы снизить загрязнение атмосферы. Эдуард Истомин, Денис Миронов, Вести Ульяновск.